Привет! В ходе этого урока мы с вами поговорим относительно функций, а также относительно области видимости различных перемен. А перед началом я бы хотел порекомендовать сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Переходите, не пожалеете. Что такое функции? Функции можно рассматривать как небольшие подпрограммы, к которым мы можем ссылаться. Ну и за счет функции мы можем существенно сократить код, потому что весь повторяющийся код мы можем вынести в отдельную вот эту вот подпрограммку, в функцию. И дальше к этой функции мы можем каждый раз ссылаться, когда нам необходимо выполнить вот тот повторяющийся код. На самом-то деле мы уже с функциями с вами работали. Даже в прошлом уроке мы обращались к такой функции, которая называется count. Также мы, например, обращались к таким функциям как str to upper, или же мы обращались к такой функции как trim, или мы обращались к такой функции как float bell еще в первых уроках. Так вот, вот эти вот все функции, которые я тут назвал и к которым мы обращались, это встроенные функции в языке PHP. Мы подобные функции еще будем изучать на протяжении всего курса. Но также помимо встроенных функций, которые есть в самом языке, мы можем создавать свои собственные функции и в дальнейшем обращаться к ним. Вот как раз как можно создавать свои собственные функции, мы давайте с вами и изучим. Чтобы нам создать функцию, мы для начала должны прописать ключевое слово function. То есть мы говорим, что мы создаем функцию. Далее мы должны назвать эту функцию. Назвать ее можно как угодно, но здесь принцип как с переменами. Просто не указывайте вот таких вот символов специальных. Например, я давайте назову эту функцию как info. Также я открываю круглые скобки и открываю фигурные скобки. Внутри круглых скобок мы можем указать дополнительные параметры, что будут переданы внутрь функции. На данный момент мы давайте насчет этого заморачиваться не будем. Чуть позже их будем передавать. Также здесь мы открываем и закрываем фигурные скобки. В функциях нельзя пропустить фигурные скобки. Их всегда необходимо прописывать. Ну и соответственно все, что будет находиться внутри фигурных скобок, это будет считаться телом функции. То есть это тот код, который принадлежит к самой этой функции. На данный момент здесь я давайте все, что пропишу. Это некий вывод информации. Например, тут будет написано info printed. Ну например, вот такой текст здесь будет находиться. Если я такое сохраню и обновлю, то мы замечаем, что ничего у нас на экран не было выведено. Так происходит по той причине, что сама по себе функция, когда мы ее создаем, она ничего из себя не представляет. Она выполняется только в тот момент, когда мы ее вызываем. На данный момент мы ее еще не вызываем, мы просто ее создали. Чтобы вызвать функцию, мы должны к ней обратиться по ее названию. То есть мы обращаемся по названию info, также ставим круглые скобки, ну и закрываем само это обращение. Вот я один раз прописал вызов к этой функции, и вот у нас один раз было выведено info printed. Также возможно здесь я давайте добавлю bear, и возможно несколько раз просто обращусь к самой этой функции. Я обратился три раза, и соответственно три раза была выполнена функция. То есть три раза был выполнен код, который находится как раз внутри самой этой функции. На данный момент мы функцию ничего не передаем. В то же время мы можем функцию передавать различные параметры, и дальше внутри этой функции мы можем взаимодействовать с этими параметрами. Мы, например, давайте сейчас будем принимать лишь один параметр, для этого я его прописываю внутри вот этих вот круглых скобок. Вы можете представить, что здесь мы создаем что-то в духе обычной переменной, то есть вот я ее вот здесь прописал, ну и название для этой переменной, хотя это, конечно, не переменная, это именно параметр. Название для этого параметра вы можете придумать абсолютно какое угодно. Ну и также давайте я, возможно, буду этот параметр просто вот здесь выводить, и плюс в конце еще буду дописывать bear. На данный момент, если это все попробовать запустить, то будет возникать ошибка, по той причине, что мы сейчас при вызове этой функции не передаем сам этот параметр. Поскольку мы его здесь ожидаем получить, то здесь нам его необходимо всегда передавать, иначе будет возникать ошибка. Ну и параметр мы можем передавать какой угодно, например, я могу передать число, я могу здесь передать строку, например, hello, или же я могу передать, например, там число с точкой или что-то в этом духе, то есть параметр может быть любым. Если я такое сохраню и обновлю, то видите, вот эти вот значения, они у нас здесь повсюду были выведены, плюс в конце каждый раз у меня еще добавляется bear, что достаточно удобно. Таких параметров можно передавать сколько угодно. Вот, допустим, давайте мы создадим еще одну функцию, пускай она будет называться как mass, и здесь я буду принимать два параметра. Чтобы указать, что мы принимаем еще какой-либо параметр, я просто прописываю запятую и указываю название для какого-либо следующего нашего параметра. Ну, допустим, я буду принимать такие параметры, как x и y, ну а значения в эти параметры я уже буду подставлять при вызове самой этой функции. Здесь мы давайте будем создавать некую переменную, пускай она будет называться res, и внутри этой перемены мы будем просто устанавливать сложение двух этих перемен. Ну и дальше я просто это все хотел бы выводить на экран, вот таким вот образом. Теперь мы, пожалуй, давайте удалим вызов предыдущих функций, и здесь будем вызывать функцию mass, ну и, соответственно, в нее передам просто два значения, это, например, 4 и 6, и посмотрим, что получилось. У нас получается ожидаемый результат, у нас вводится число 10. Таким образом мы уже передали вот два параметра, хотя можно передать 3, 4, хоть 100 параметров, оно там не ограничено. Теперь мы давайте сделаем еще немножечко круче это все. То есть вместо того, что я буду здесь просто выводить это все на экран, вместо этого я здесь буду вызывать другую нашу функцию, это функция info, и в эту функцию тоже передаю один параметр, это параметр как раз результат вычисления, да, вот таким вот образом это все здесь будет происходить. Ну и да, и давайте, чтобы оно прям виделось, то мы давайте создадим несколько вызовов этой функции, например, здесь просто буду передавать другие параметры. Таким образом мы можем заметить, что у нас происходит верное сложение, и плюс происходит еще и вызов отдельной функции, где мы выводим само это сложение, ну и, соответственно, у нас еще здесь добавляется ber, поэтому каждый новый результат, он отображается с новой строки. Это довольно-таки удобно. На самом-то деле вы, конечно, могли бы и не создавать две отдельные функции, это все можно было бы прописать и внутри лишь одной этой функции, это все абсолютно нормально бы работало, но я просто хочу показать как пример того, как это все может взаимодействовать. То есть из одной функции вы спокойно можете вызывать другую функцию, которая будет выполнять еще какой-либо определенный код, это все будет абсолютно корректно обрабатываться. На данный момент все, что наши функции делают, так это они выводят информацию на экран, или обрабатывают эту информацию, и никак ее обратно не возвращают. В то же время функция может возвращать какой-либо результат, и вот, например, функция count, к которой мы обращались в прошлом уроке, она на самом-то деле нам возвращает результат, то есть она нам возвращает количество элементов в каком-либо массиве. Чтобы нам вот создать вот этот вот формат возвращения данных, нам необходимо использовать ключевое слово return. Вот, например, давайте вот здесь мы немного перепишем саму эту функцию, и вместо обращения к другой функции, где мы что-то выводить будем на экран, вместо этого я буду вот этот вот результат, который мы здесь получили, я его буду просто возвращать, то есть я прописываю ключевое слово return и возвращаю сам этот результат. Также можете заметить, что он нам подчеркивает эту переменную, по причине того, что эта переменная здесь абсолютно бессмысленна, можно это все было прописать внутри лишь одной строки, то есть я как бы возвращаю сам результат сложения, это было бы более разумно. Ну и что мы получаем? Мы получаем, что теперь вот эти вот две функции, два этих вызова, они тоже у нас подсвечиваются желтым, по той причине, что теперь мы эту функцию как бы с вами выполняем, но эта функция, она возвращает нам результат, и этот результат мы никуда не записываем. Поэтому мы давайте вот здесь укажем, что мы будем записывать этот результат, например, здесь мы будем записывать переменную res1, а здесь я буду записывать это все в переменную, например, res2, вот таким вот образом. Ну и далее я с этими значениями могу работать как угодно, например, я могу обратиться к нашей уже функции info, и в нее могу передать вот эти вот два параметра, это res1, а также res2. То есть зачем нам нужно что-либо возвращать? Мы можем возвращать значение в том случае, если нам необходимо, чтобы функция выполнилась, и дальше вот этот результат выполнения, чтобы мы могли его записать внутрь какой-либо определенной перемены, как это у нас вот здесь как раз и произошло. То есть за счет ключевого слова return мы можем вернуть определенное значение, что как раз и произошло, это значение мы записали в переменную, и дальше с этой перемены как угодно мы уже можем работать. Я, например, ее просто вывожу на экран. Ну, результат у нас получается тот же самый, но главное теперь у нас функция, она не просто что-либо делает и ничего не возвращает, она у нас действительно теперь возвращает какой-либо определенный результат. И теперь давайте рассмотрим практический пример, как можно использовать функции. Для начала мы давайте создадим саму функцию, пускай она будет у нас называться как summary. Ну и, соответственно, эта функция, она будет принимать какой-либо определенный массив, поэтому параметр я, пожалуй, назову как r. И дальше мы будем высчитывать общую сумму элементов внутри этого массива. Ну и, соответственно, мы каждый раз при вызове этой функции сможем передавать различные массивы, и каждый раз мы будем получать сумму всех элементов внутри этого массива. Это довольно-таки удобно. Итак, для начала давайте пропишем, наверное, саму функцию. Здесь мы можем прописать либо цикл for, либо цикл for each, но цикл for each, он более удобен для работы с массивами, в принципе, нежели другие какие-либо циклы. Поэтому давайте, наверное, будем лучше цикл for each здесь использовать. Итак, я просто говорю о том, что я работаю с таким массивом, как r, который сюда будет передаваться. Дальше я здесь устанавливаю ключевое слово s, и просто указываю, что мы работаем конкретно со значениями самого этого массива. С индексами нам работать никак не требуется. Также нам здесь требуется еще создать одну определенную переменную, пускай она будет у нас называться как сумма, ну и, соответственно, значение у нее будет изначально как 0. И дальше мы каждый раз к этой переменной будем добавлять значение определенного элемента массива. То есть будем добавлять вот эту переменную value. Вот такая тут будет логика идти. Ну и в конце концов мы просто в конце этой функции будем возвращать сумму всех вот этих вот элементов. Вот такая вот незамысловатая функция. То есть мы перебираем полностью все элементы и подсчитываем сумму всех этих элементов. Теперь нам необходимо, пожалуй, вызвать саму эту функцию. Ну, единственное, давайте, наверное, так будем делать. Мы результат сразу будем выводить на экран. Поэтому я здесь прописываю echo. Дальше мы обращаемся к summary, к этой функции. Ну и мы можем вот здесь где-нибудь вверху создать некий массив. Пускай он, кстати, будет называться уже как-то по-другому, чтобы не было путаницы между параметром и между самим этим массивом, потому что это разные вещи. Ну, это как бы разные между собой вот эти вот значения. Это не одно и то же самое. Так вот, создадим просто сам этот массив. Укажем здесь какие-то определенные элементы. Пожалуй, трех нам хватит. И передаем теперь сам этот массив сюда в функцию. И дополнительно, наверное, в конце мы давайте еще bear здесь будем прописывать. И также давайте мы еще раз вызовем саму эту функцию. Вот только в этот раз я прямиком вот здесь создам еще какие-либо элементы. Вернее, создам еще какой-либо массив и передам его в функцию. Таким образом, что мы получаем? После обновления мы получаем, что в первом случае у нас выводится результат 15, во втором случае у нас выводится результат 10. И это абсолютно верно, потому что если сложить вот эти вот все числа между собой, мы получим число 15. Если сложить эти числа, мы получим число 10. Таким образом, за счет того, что мы прописали функцию, нам не пришлось два раза прописывать один и тот же кусочек кода для вычисления суммы какого-либо массива. Мы просто вот этот общий код, который у нас повторяется, мы вынесли в отдельную функцию и дальше просто обращались к этой функции для выполнения нужного нам действия. Это довольно-таки удобно. И это, конечно же, сокращает код. Теперь давайте поговорим относительно области видимости. Чтобы изучить эту тему, мы, пожалуй, создадим новую функцию, пускай она будет называться как info. И в этой функции мы давайте создадим некую перемену, пускай она будет называться как x. Также вне функции я тоже хочу создать переменную, которая будет называться x, и у нее значение уже пускай будет как 10. Теперь мы давайте вызовем, возможно, функцию info. И дальше мы попробуем просто вывести на экран вот эту вот переменную x. Как вы думаете, какой результат у нас будет выведен? 10 или все-таки 0? Если мы сейчас запустим, то все-таки у нас, конечно же, будет выведено 10. И так происходит по причине того, что в любом языке программирования, в том числе в языке PHP, существуют различные области видимости. Дело в том, что когда вы записываете переменные или же любые другие массивы или другие объекты вне функций, то все вот эти вот объекты, переменные, массивы и так дальше, они являются глобальными объектами. То есть они видны в пределах всей нашей программы. Если мы записываем какие-либо массивы, переменные, объекты или что угодно внутри функции, то вот эти вот вещи, они являются локальными и видны исключительно в пределах самой этой функции. Что это означает? Это означает то, что вот эта вот переменная и эта переменная, это по сути две разных переменные, которые никак между собой не пересекаются. Эта переменная, она видна в пределах полностью всего нашего документа, а эта переменная, она видна исключительно внутри вот этой вот функции. Ну и получается то, что вот здесь мы устанавливаем для глобальной перемены значение 10, дальше мы вызываем вот эту вот функцию, здесь мы просто создаем локальную перемену с таким же названием, но это локальная перемена, ей устанавливаем значение 0 и дальше мы все равно выводим глобальную перемену, то есть вот эту вот перемену. Опять же эти перемены между собой не пересекаются. Если мы внутри функции хотим обратиться к глобальной переменой, то в таком случае мне нужно не просто прописать название самой этой перемены, в таком случае даже ошибка выдается, потому что мы не можем найти эту перемену в пределах этой функции. То есть здесь в пределах этой функции нет ни глобальной этой переменной, ни локальной этой переменной, поэтому выдается ошибка. Чтобы обратиться к глобальной переменной из функции, мне вот здесь вверху нужно прописать ключевое слово global и прописать название той переменной, к которой мы хотим обратиться. То есть я говорю, что вот здесь в пределах функции мы будем использовать глобальную переменную x, вот эту переменную, и в таком случае она уже здесь будет работать корректно. Если я здесь попробую теперь изменить значение на 0, то вот в таком случае у нас как раз теперь здесь 0 и будет выводиться, потому что здесь я создал переменную со значением 10, дальше вызвал функцию, в функции мы обращаемся к этой же глобальной переменной, устанавливаем ей новое значение, потом эту глобальную переменную мы как раз с вами и выводим. Таким образом, все перемены, которые находятся внутри функции, они являются локальными, их видно только в пределах функции, все перемены, которые записаны вне функции, они являются глобальными, если внутри функции мы хотим обратиться к глобальной переменной, нужно прописывать изначально ключевое слово global, ну а дальше уже когда мы будем работать с этой переменной внутри функции, мы уже будем работать именно с глобальной переменной, вот такая вот здесь идет суть. Ну и дополнительно, помимо еще ключевого слова global, мы можем рассмотреть с вами такое ключевое слово как static, давайте мы его возможно тоже с вами рассмотрим, и так создадим функцию, пускай она будет называться как click, здесь мы создадим некую переменную, она у нас будет статичной, то есть мы прописываем ключевое слово static, она пускай у нас будет называться как count, и здесь мы каждый раз эту переменную будем увеличивать на единицу, и дальше мы эту переменную будем с вами просто выводить на экран. Теперь я пожалуй давайте удалю или закомментирую лучше вот этот вот кусочек кода, и просто каждый раз буду ссылаться к функции click, то есть вот давайте мы несколько раз к ней просто будем ссылаться, что у нас получится, как вы думаете, вот что у нас получится после третьего вывода, на самом-то деле у нас получится 1, 2, 3, ну или лучше я бы здесь конечно дописал еще bear, у нас получится по сути вот такой вот вывод, то есть первый раз у нас переменная она была со значением 1, потом она уже со значением 2, потом она со значением 3. Вроде это выглядит вполне логично, но на самом-то деле если вот мы просто уберем или закомментируем ключевое слово вот здесь static, ну или давайте так напишем, то есть мы будем создавать здесь переменную, но ключевое слово static мы просто с вами уберем. Так вот, если я пропишу функцию вот в таком формате, то каждый раз у нас будет вводиться 1, 1, 1, то есть так происходит по той причине, что каждый раз при вызове этой функции мы создаем внутри нее саму эту переменную, дальше мы ее увеличиваем на единицу, ну и дальше эту же переменную мы выводим. Если мы хотим, чтобы переменная сохраняла свое состояние при каждом новом вызове функции, то мы эту переменную должны создать как статическую переменную, для этого используем ключевое слово static, как это было здесь представлено. В таком случае мы видите каждый раз имеем новое значение, это 1, 2, 3, ну и так дальше при каждом новом вызове мы будем увеличивать это значение на единицу и это главное значение оно будет сохраняться. Ну что же, вот в таком формате и происходит работа с функциями, функции они действительно очень удобны и позволяют нам вынести какой-либо повторяющийся кусочек кода в отдельное место и дальше мы к этому отдельному месту, к этой отдельной функции можем постоянно ссылаться для выполнения самого этого кода. Ну что же, на этом у меня все, так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу вконтакте, а также переходите на сайт itproger.com, все ссылки будут в описании к этому видео. До скорых встреч, пока!